Друзья, всех приветствую! Сегодня с нами, как всегда, в этот день и в этот час, Андрей Пианковский. Обсуждаем все, что происходит, но и события, которые привлекли не только вас, но и, наверное, весь мир. Здравствуйте, Андрей Андреевич! Добрый день, Наташа! Ну, это что, новость для нас, да. Причем он с школьниками младшего класса встречался. Видимо, это там он озвучил свою заветную мысль. Ну, то есть, он не постеснялся детям сказать, что современная Россия сегодня является фашистским государством, которое ставит главную цель в ликвидацию другого, соседнего государства. Ну, то есть, по-моему, тут, по-моему, комментарии излишни. А в это время происходит контрнаступление на юге. Фактически, вы знаете, на южном направлении события около Херсона. И происходит очень активное сотрудничество с западными партнерами, активное прибытие оружия. Поэтому, вот, по вашим прогнозам, что нам удастся сделать до зимы? Очень хороший вопрос. Именно вот до зимы. Потому что задача Москвы – затянуть войну. Ну, задача Путина – спасти вообще собственную жизнь. Потому что, ну, скажем, такие очевидные мероприятия, которые сейчас стоят на повестке дня, как освобождение Херсона и разрушение Крымского моста, ну, означают его политическую и, скорее всего, физическую смерть. Ну, вот, сегодняшнее его заявление с малышами показывает, что этот человек достаточно принципиальный с идеей уничтожения Украины, но в страх он и умрет. И, надеемся, достаточно быстро. Но вот он понимает, что никакие Эрдоганы, так же, как никакие Макроны. А теперь еще последний иранский фашистский режим мобилизован тоже для последствий Украины. Никто не заставит Украину пойти на Капитулянское перемене. Но заморозка конфликта возникнет естественным метеорологическим причинам. Там распутятся морозы и так далее. Что даст ему еще несколько месяцев жизни, на которые он надеется, может, на какое-то чудо. Ну, например, достаточно серьезно повторяется тезис о одном миллионе северокорейских добровольцев. Ну, в общем, ему надо оттянуть. И весь вопрос, будет ли вот эти два действия, а я вот, как человек все-таки, я не претендую на роль военного эксперта в области конвенциональных вооружений, я кое-что понимаю в ядерной стратегии, и, кроме того, что я кое-что понимаю в политической системе России. И вот эти два события будут означать действительно отстранение Путина от власти. Тут не надо больших иллюзий. Придут такие же мерзавцы, а других там нет в бункере. Но они вынуждены будут сказать, что товарищ Путин совершил серьезные ошибки, допустил в украинском вопросе. Он постоянно здоровье не может выполнять обязанности президента Российской Федерации. Ну, возможно, он был в Китае на длительное значение, как один из вариантов. Но они вынуждены будут принимать вот этот ультиматум Запада коллективный, который несколько раз сформулирован, в том числе и Зеленским, и Байденом, и НАТО, что переговоры могут начаться только после отвода российских войск на линии 22 февраля, а суть этих переговоров после отвода будет о полном восстановлении территориальной инициации. Так вот, я отвечаю на ваш вопрос, не знаю. Я не знаю, потому что у Украины до сих пор нет ракет «Этакмс», ракет о дальнейшем 300 км для систем «ХАМОС», которые как раз были бы очень актуальны. И вот без них невозможно уничтожить, без достаточного количества таких ударов невозможно, разрушить Крымский мост, и они бы в значительной степени облегчили и освобождение Херсона. И я вам просто докладываю, как человек здесь, сидящий на Вашингтоне, что это сейчас является предметом острейшей борьбы внутри американского руководства. Исход ее определится до 8 сентября на очередном Рамштейне. Я уже запутался, не помню, 5-й или 6-й, по-моему, все-таки 5-й Рамштейн. Вот там будет его проводить Остин, который совершенно четкую позицию имеет по целям войны. Он ее не раз формулировал, там шла и Киеве, победа Украины, полное восстановление дженеральной целостности, ослабление России до такой степени, чтобы она не могла совершить больше агрессии. Но ей оппонирует другой ответственный чиновник администрации, помощник национальной безопасности Джек Селиван. Я неоднократно рассказывал об этом и вам, и в других украинских эфирах. А сейчас это вышло уже на поверхность. 17 августа был внародован манифест, кажется, мы говорили с вами о нем в прошлый раз, 20 выдающихся американских политических и военных экспертов, бывшие генералы, командующими войсками НАТО, группировками послы, в том числе известные в Украине послы, Курт Волкер, Джон Херпс. Кстати, Курт Волкер был назначен Трампом, а, скажем, Милан Киаванович противник Трампа, другой посол. То есть это двухпартийная и консенсусная позиция американского глубинного государства. И они очень жестко ставят вопрос Байдену, прямо и называя вот этого Селивана, который саботирует Пасху. Они ставят ваш вопрос. Они ставят, мы предоставляем украинное оружие для того, чтобы оно держало победу, или мы сознательно предоставляем только то оружие, которое поможет им сдержать дальнейшие наступления русских. Это очень острый вопрос. Вот вчера, по-моему, вчера, или, может, сегодня, моя коллега Юлия Латынина опубликует, она провела интервью с Джоном Херпстом, одним из инициаторов этого письма, и она задала ему очень прямой вопрос. Как вы полагаете, каковы результаты вот вашего такого обращения в администрацию Байдена? Изменилось ли они, готовы ли они поставлять ракеты Этакус? Джон Херпст ответил, что на сегодняшний день нет. Кардинально позиция не изменилась. Селиван продолжает удерживать определенные влияния в администрации. Очень сильное давление оказывают наши выдающиеся друзья Украины Остин и Блинкен. И действительно все решится 8 сентября. Я думаю, что 8 сентября как раз решится вопрос, Россия политически будет разгромлена в ближайшие два месяца или получает передышку на несколько месяцев, которая тоже ничего стратегически не изменит. Стратегически Путин проиграл войну уже в первую неделю, когда он не смог взять Киев. Но эта задержка на почти полгода, на несколько месяцев, она будет означать колоссальное количество жертв для Украины. Ведь будут продолжаться те же террористические обстрелы мирных городов. Ну и она даст какую-то возможность Путину, в общем, для спасения не только лица, а может быть и спасения какого-то лица, не только своего личного лица, но и лица всей этой специальной военной операции. Вот сейчас все решается в ближайшие дни. Ну да, это такое достаточно драматичное обстоятельство. А то, что у России ресурсы измалтываются, говорит о том, что по данным разведки военные комиссариаты Московской и Ленинградской областей, в том числе и самой столицы, получили указания на призыв. Ведь раньше же Путин из центральных городов не брал людей. А теперь вот появилась вот такая информация. Я думаю, хипстеров из этих городов не обрадует. Перспектива Ивана и пойти умирать вместо бурятов. Ну, я же говорю, что ситуация не между победами и поражением России, и между поражением сегодня и поражением через 3-4 месяца. Но это очень большая разница, мне кажется. Ну да, но если Запад это понимает, Андрей Андреевич, почему же Запад не решается на какие-то кардинальные поступки? Ну, они ведь тоже должны это понимать. Ну, потому что они прекрасно это понимают. Вот я не знаю, наверное, но каждому украинцу я рекомендую прочесть этот замечательный манифест 20 американских разгневанных граждан. Они тоже задают вопрос, неужели непонятно, что Украина решает историческую задачу, она защищает нашу безопасность. Они правильно указывают, что украинцы сейчас спасают тысячи, может быть, десятки тысяч жизней американских солдат, которые в случае поражения Украины, конечно, Путин двинется дальше, прежде всего, к Прибалтику, и там уже никакими уловками не увернутся американцам. Это территория Атаков-5, про которую Байден там каждый день, когда он объяснял, почему не будут солдаты сражаться в Украине, не будет науфлаза, но уж на территории Атаков-5 мы будем за каждый дюйм сражаться. Так вот, украинцы умирают сейчас, чтобы американским солдатам не приходилось сражаться за каждый дюйм территории НАТО. Они сейчас, украинцы, сражаются за каждый дюйм территории НАТО. И вот продвинутые люди на Западе это прекрасно понимают. Но есть вот, мне кажется, что движет вот тем же Салливаном. Дело же не в одном одном, это верхушка Альберга, таких достаточно распространенных в американском обществе настроений. Ведь каждый день публикуется куча статей на такую же примерно тему, что мы устали от Украины, что, а может ли, понимаете, одни и те же люди сначала печатают статью в Нью-Йорк Таймс, что Украина, пожалуй, не сможет победить Россию. Потом принимают решения, которые как раз мешают Украине победить и как бы обосновывают точку зрения. Понимаете, возможно, совершенно циничный расчет. Они же поняли, вот Джон Хербст и Дэниел Фрид, Курт Уолкер, они прямо говорят им, что вот они спасают нас, американским солдатам пришлось бы. А циники им отвечают, а американским солдатам не придется умирать. Украинцы уже нанесли такой урон России, она никогда уже не выйдет на границу с Балтией и с НАТО. То есть нас они уже защитили. Эта задача уже выполнена, и поэтому мы передаем им как раз достаточно вооружения, чтобы русские не продвигались дальше. Тем самым решаем эту задачу. А победа Украины, ну, вы знаете, это тоже может создать массу новых проблем, которые могут быть рискованные. Ну, помните, что я вам говорю, в августе 2000, боже мой, как уже, 91-го года Буш, старший победитель в Холодной войне, обращался к Украинскому парламенту, Верховному Совету, еще состоящему из коммунистов, и уговаривал, почему не надо бы поразглашать независимую Краину. Вот лучше оставаться в Советском Союзе, Горбачев там такой замечательный. Они боятся резких сагов, боятся изменений, как бы ничего не вышло. А основная задача выполнена. Америку, Европу, украинцы уже защитили. Ну, а дальше там как получится, вот понимаете. Вот идет борьба между такой честной точкой зрения и таким циничным подходом. Я надеюсь, что он разрешится 8 августа в нашу пользу. И господин Остин с большим для себя удовольствием объявлен, что новая партия включает и дальнобойные ракеты Хармасом, и авиацию, и МИГи, которая почему-то давно не поставляется, и Ф-16, на которых украинские летчики уже тренируются. Тогда я отвечу на ваш вопрос очень просто. Конечно, все будет решено в течение ближайших двух месяцев. Ну да, потому что Европа и Соединенные Штаты должны понимать, что украинский ресурс, который ежедневно, когда люди погибают, когда инфраструктура разрушается, ну как бы изматывается Украина. Но он тоже не бесконечен при всем героизме. Украинцы без всяких хаймерсов голыми руками остановили Путина в конце февраля и спасли Европу и мир. Сейчас, ну просто, это даже не задача, и задача безопасности США, и громадный моральный долг, если хотите, оказать сейчас. Ну, к этой категории бесполезно призывать. Понимаете, в мире существует же какое-то количество людей, которые верят в демократию, а какое-то количество людей, которые не верят в нее. Для того, чтобы вера в демократию не была разрушена, и для того, чтобы она укрепилась, мир демократических ценностей должен сделать вот этот шаг. Просто обязан. Не только из чувства благодарности, но хотя бы из чувства самосохранения, как мне кажется. Как вы думаете? Я только думаю. Я об этом говорю здесь несколько месяцев, и об этом говорят лучшие люди Америки и Запада. Но вот ситуация такая, как она есть сегодня. Еще раз повторяю, я не гарантирую позитивного результата Рамштейна, но уверен, что он более вероятен. У вас, как у специалиста по ядерным стратегиям, как вы говорите, смотрите, инспекторы Международного агентства по атомной энергии могли бы на Запорожскую станцию, как мы знаем. И там все время говорят о провокациях и прочее, прочее. Как вы считаете, в принципе, насколько эффективна эта миссия, и смогут ли эти эксперты способствовать демилитаризации атомной станции? Демилитаризации они не могут способствовать, демилитаризировать атомную станцию всю территорию Украины, могут только вооруженные силы Украины. Но если там на постоянной основе останется несколько человек, это остановит вот этот непрерывный шантаж, прерывный шантаж Москвы. Ну, кстати, сегодня же, ну, неужели мы все так привыкли, что не видим, что произошло чудовищное. Вот это фейка каких-то шести, шестидесяти украинских диверсантов, подготовленных в Лондоне, высаженных там двумя баржами или отками, для того, чтобы ворваться на Запорожскую станцию и предотвратить прибытие туда миссии МАГАТЭ. Ну, в Украине привыкли к этому бреду. Меня, знаете, что поразило? Об этом вот с утра говорят российские каналы. Ну, и там выступают многие люди, я имею в виду и дикторов, и комментаторов, там достаточно молодые люди, девушки, юноши, с такими приятными, интеллигентными лицами. И они все повторяют этот бред. Они все повторяют это. То есть это или абсолютно зомбированные идиоты, или совершенно законченные негодяи. И это вот, это большинство. И другие там есть. Это часто, часто это объединяется. Ну, вот я вот сегодня наблюдал, и я впервые окончательно себе ответил на вопрос. Правильное решение Европейского Союза и еще более жесткое прибалтийский стран ограничить или запретить въезд россиян. Россияне совершают коллективное преступление. Коллективное преступление просто. Если они обязаны верить в этот бред или его на голубом глазу повторять, ну, ведь это же, они сегодня вечером, наверное, они предъявят, да, они скажут, что все эти 60 украинских диверсантов, которые хотели по приказу Зеленского и полученному из Лондона захватить СССР, они им уничтожены. Вечером они предъявят какие-то трупы. Кого они убили для этого? Еще одно чудовищное преступление. Снова, снова расправились с военнопленными. Ну, это, вы знаете, когда Реген, он говорил об империи зла, это игрушки был, последний Советский Союз в Брежневскую и тем более Горбачевскую эпоху, он абсолютно не отвечает этому определению по сравнению с сегодняшней Россией. Согласна, конечно, это так. Ну, Министерство обороны России нам начало намекать и говорить прямо о том, что они увеличат численность частных военных формирований для войны в Украине. Во-первых, я не понимаю, как они могут это сделать, у них же вроде бы официально запрещены любые ЧВК. Во-вторых, мы видим, да, что одного пригожено недостаточно. Они будут формировать частные военные компании, из которых состоят из любого отребья, просто из любого. Нет, но они в чермах набирают это открыто. Совершенно нет. Это даже поощряется и пропагандируется по российскому телевидению, как вот патриоты, заключенные. Вспоминают время Великой Отечественной войны, там, помните, будет такой сериал «Штрафной батальон». Вот что-то подобное, да. Так что, к сожалению, скоро российская армия будет состоять из такого отребья, если они идут по этому пути, потому что нормальные люди, видимо, воевать уже не хотят. Мы сейчас с вами упоминаем в своих программах 46-летнюю главу МИД Британии Ли Страс. Ну, похоже, что она станет новым лидером консервативной партии, потому что она лидирует с большим отрывом. И хотел бы вас спросить, что это значит для Украины, с вашей точки зрения? Это продолжение линии Бориса Джонсона, который продемонстрировался в тяжелое для Запада время как лидер свободного мира, потому что в овальном кабинете давно нет лидера свободного мира. Таковым не был ни Обама, ни Трамп. Ну, и Байден с большим трудом справляется с этими обязанностями, только, может быть, благодаря давлению двух ведущих министров, а есть достаточно людей, сопротивляющих этим курсом. Тем более важен сейчас пост премьер-министра Великобритании. Я вам скажу, что вот тех успехов в этой внутренней борьбе в Соединенных Штатах, мы критикуем, но нельзя же отрицать и большого результата помощи. И в этом повороте, в победе Блинкина и Ростина, в их громадную решающую роль сыграл Борис Джонсон, который выступал именно в эту тяжелую часть как лидер свободного мира. Ну, и это не случайно. Я много раз повторяю с удовольствием, еще раз повторю, что для англичан это их историческая молодость, их 1940 год, когда они сражались один на один с Гитлером, а сейчас Украина сражается один на один с Путиным. То есть такой военный блок Великобритании и Украины, он складывается, и в послевоенной Европе это будет центральная ось новой европейской системы безопасности, что, кстати, символизировалось присутствием на дне независимости Украины, кстати, польского президента Дуды и британского премьер-министра. Так вот, я считаю, Лиза Трасс блестяще продолжит эту линию, блестяще. Ну, и не могу не спросить, если мы уже заговорили о выборах предстоящих, а на предстоящих выборах США, как говорят, могут победить республиканцы, это не исключено. Что будет в случае победы республиканцев? Да ничего, хуже для Украины ничего не будет. Ну, во-первых, администрация останется та же, и в ней останется вот тот же конфликт Блинкина и Остина с Элливаном. Но республиканская партия поддерживает украинскую политику не меньше, чем демократы. Там разница идет по другим разделительным линиям. Пророссийскую позицию занимают маргинальные, крайне левые в демократической партии и крайне правые в республиканской партии. И вот, кстати, я еще раз обращусь, использую момент, обратиться нас слушает и русскоязычная аудитория. Там много совершенно фанатичных таких трампистов, ну, очень хорошо, и у них такая точка зрения. И они все время уверяют, что вот если был бы наш великий Трамп, то все было бы иначе, была бы поддержка. Ну, хорошо, я в этом, естественно, сомневался, но я готов вам поверить. Вот, дорогие мои русскоязычные друзья-трамписты, сейчас прекрасный момент. Вот этот манифест 20, он резко критикует байденскую администрацию, ну, как бы изнутри ее опираясь на ближайшие. Так почему бы Трамп, у которого миллионы, миллионы фанатичных поклонников, не присоединиться к этой критике? Она будет очень выигрышна вот в этих промежуточных моментах. Пусть он тоже сам и скажет, что байден недостаточно поддержит Украину. Нам нужна не остановка американской, а российская агрессия, а победа над Россией. Ну, он ни разу этого не произнес. Как раз сигналы, которые он издает, скорее противоположные. А его наиболее близкий, к нему популярный комментатор на Fox News, Такер Кассен, это просто бешеный такой пропутинец и антиукраинец. Так вот, я предлагаю Трампу включиться активно в эту кампанию, поддержать манифест 20, и это принесет очень много голосов. Это поможет республиканцам выиграть эти промежуточные выборы. А Трампу создаст хороший трамплин для выборов 2024 года. Осталось совсем немного дней. Вот сейчас несколько резких выступлений Трампа, совершенно однозначных в пользу Украины, усилило бы давление на байденовскую инвестрацию и усилило бы позиции друзей Украины. Подумайте об этом, замечательные мои друзья-трамписты. Вместо того, чтобы сказать, что был бы Трамп, все было бы замечательно, сделайте сейчас какой-то шаг в пользу Украины с помощью вашего любимого Трампа. Так и есть. Так и есть. И я понимаю, ваш призыв. Интересно, как сейчас они отреагируют. Но сегодня на поступительном уроке был не только Путин и Лукашенко, а этот вообще, по-моему, сошел с ума и сказал, когда берут оружие, говорят, бейте русских, отрезайте то, отрезайте это. Это и есть, отрезайте русским головы, это и есть настоящий фашизм. Вот как он, так сказать, транскрибировал сегодня. Это при том, что он сам не выходит вообще ни на какие действия прямые. Но чего добивается? Ну, черт. Ну, по-другому не могу сказать. Ну, сегодняшнее заявление его направлено не нам с вами, оно направлено Путину, который он подмигивает, я все-таки свой. Потому что он очень боится, что Путин его может убить в любой момент. Он же действительно саботирует в определенном смысле российские усилия на белорусском. Но для меня больше понравилось его второй сегодняшний открыт. Он принес первый в мире белорусский компьютер. Это было очень впечатляюще. Раньше Рогозин нам какие-то демонстрировал достижения непонятные, неизвестные Роскосмоса или чего там. А теперь еще белорусский компьютер. Это да. Они раньше мотоцикл показывали, помните, белорусский, который потом оказался абсолютно китайским полностью, собранным из китайских деталей и так далее. И был ужасный скандал. Это где-то месяц назад было. Я думаю, что компьютер белорусский примерно из того же. Ну вот, как вы относитесь к публикациям о том, что немецкая компания в городе Лилиенталь, которая расположена, это были обыски, это я об этом Бильд писала, поставляла в течение последних трех лет Кремлю компоненты для создания особо опасных боевых отравляющих веществ. Могло ли быть такое? Ну, вполне могло быть. Ну, в общем-то, здесь наибольшее возмущение вызывает вот что-то, связанное с химическим оружием, оружием массового уничтожения. А если говорить просто об оружии, да почти все российское оружие, оно создано на западных комплектующих. Ну вот сейчас в последнее время ограничили экспорт интегральных схем проводников. Это, конечно, китайский, это вторичный продукт, он не заменит. Но военные машины России в целом не могла бы существовать без западных комплектующих. Ну вот, понимаете, здесь, я так понимаю, что не зря бесится так товарищ Соловьев, когда там говорит, сравнивает Шольца с Гитлером или еще что-то, они же привыкли к тому, что Германия их союзник постоянно, что Германия пророссийская. А тут вдруг Шольц проявил позицию антироссийскую и помогает Украине. Вот с этим связано бешенство вот всех этих российских пропагандистов. То есть, как вы считаете, насколько искренне вот западные лидеры в том, что они понимают, с каким Путиным они имели дело до того? Понимают ли они это до конца? Ну, во-первых, они вынуждены считать... Ну, тот же Шольц, он принадлежит социал-демократической партии. И вот лидеры этой партии это ближайшие друзья Путина. Там Шредер, да тот же Штенмейер, его знаменитые формы Штенмейера. Понимали они давно. Сейчас это не прозрение Шольца, он вынужден считаться с общественным мнением. И то же самое в Соединенных Штатах. Вот то, что пока все-таки не так фундаментально, как нам хотелось бы, но вот линия Блинкина и Остина, она побеждает линию Селивана, это отражение общественного мнения Соединенных Штатов. И вот та же двухпартийная поддержка республиканско-демократическая. Ведь республиканцы и демократы там, они фактически ведут гражданскую войну между собой. Единственный вопрос, который их объединяет, центральная часть каждой партии это поддержка Украины. Мы должны за эту эволюцию европейских и американских политиков мы должны благодарить общественное мнение. И здесь, конечно, громадная роль западного телевидения, которая вот все эти ужасы войны заставляла европейцев их лицезреть в своих уютных гостинах. Это меняет и меня, и порой удивительно. Ну вот я как бы старый уже циничный политический наблюдатель. Трудно меня чем-то удивить. Вот эволюция германской позиции, в частности, отражаемой позицией канцлера, меня даже удивляет. Это очень позитивно. Ну вот видите, мир понимает, что он должен меняться. Знаете, перефразируя известное изречение, западная свобода слова может быть не совсем хороша, но лучше ничего не придумали. Все-таки она остается эталонной во всем мире. То есть то, что западные журналисты нам часто дают информацию, которую не может дать никто другой, это все-таки так и есть. Там вот сегодня была новость о том, что арестовали каких-то одиннадцатьях какого-то путинского очередного там прихлебателя. И вот в связи с этим хочу у вас спросить. Смотрите, вот буквально на днях президент Зеленский назвал ужасающие цифры 600-800 миллиардов на данное восстановление долларов. Это колоссальные цифры. Надо ли нам сегодня требовать у Запада, чтобы он все-таки арестованный вот эти деньги олигархов, чтобы суды приняли решение о передаче этих в качестве там репарации Украине. Все-таки. Вот на это отважились, потому что эти же деньги пока висят в воздухе. Вы знаете, сейчас нам надо сосредоточиться на том, чтобы больше Хаммерсов прислали или обойных ракет к ним. Это вот, иначе никаких репараций не будет. А вот после победы Украины я не думаю, что это будет очень сложным вопросом. И тут даже, да, конечно, актив олигархов, но не забывайте, что на полтриллиона российских государственных денег заморожено в американских банках. Но это уже, считайте, это уже деньги точно пошедшие на репарацию в Украине. Ну и еще один вопрос, он очень, такой достаточно сложный, потому что, ну вы знаете, о конфликте между Ильей Пономаревым и представителями вот либеральной части, той, которая, ну я не знаю, там Каспарова, многие другие, которые сейчас в Вильнюсе проводят форум, Илью не пригласили. Я скажу сразу, что я там уважаю Илью и людей, которые проводят в Вильнюсе форум сейчас. Как вы относитесь к этой проблеме? Вооруженное восстание против Путина или все-таки борьба через те методы, о которых говорит Ходорковский, Юлия Натынина и многие другие? Вот кто тут больше прав с вашей точки зрения? Вы знаете, я не стал бы противоставлять одни методы другим и не нам в конце концов здесь в эмиграции. Вообще, мне меньше хотелось бы говорить на теме российской эмиграции. Я настолько сосредоточен на вопросах украинской победы, что ничего другое меня особенно не волнует. Вот, но в принципе отрицать вооруженную борьбу нельзя. Ну, в России мы помним лет 10 назад были так называемые дальневосточные партизаны Хабаровска, которые уничтожали негодяев, милиционеров, незаконно там арестовавших людей, обвинявших их. Так вся Россия им сочувствовала тогда. В принципе, это законная форма борьбы. Я не согласен с теми, кто осуждает Пономарева за то, что он в принципе допускает возможность вооруженной борьбы против путинского режима. Но вы знаете, у меня вызывает некое сомнение вот это как-то национально-республиканская армия. Вот вчера была пресс-конференция, в которой три группы Пономарев представлял российского сопровождения. Ну, первые две это с ним все абсолютно ясно. Это русские добровольцы сражающиеся в Украине. Очень мало мы знаем об этой национальной революционной армии, но мы знаем много о чекистских провокациях. И мы помним эту знаменитую операцию Трест, когда русскому оппозиционеру, такому же влиятельному, как сегодня Пономарев тогда, имя его было Савенков, посылали ложную информацию о якобы существующем подполье и так далее. Мне кажется, тут я бы на месте Ильи очень серьезно проверил эту информацию о существовании этой национально-республиканской армии. А в принципе я поддерживаю позицию о том, что российское общество и российская оппозиция сама имеет право выбирать форму своей борьбы. Ведь современная Германия тщит память графа Карла Штаффенберга, который попытался уничтожить Гитлера, что же мы должны и все человечество было бы счастливым, если нашелся бы какой-то русский Клаус фон Штаффенберга, который уничтожил диктатора. Поэтому, мне кажется, это надуманная проблема о противоставлении и одно другому разных форм борьбы. Я и за то, что делает форум «Свободная Россия», и за то, что делает Пономарев с оговоркой, с серьезным советом его присмотреться внимательно к информации, которую он получает об этой национально-республиканской армии. Как вы думаете, почему Лавров опять начал делать заявление по поводу Приднестровья? Там страшный скандал, вызвали посла, я знаю, в Молдове российского по этому поводу. Почему он опять начал угрожать Приднестровье, если тронуть хоть одного российского солдата, мы тут, хоть это миротворца российского, то мы всем покажем и так далее. Почему вдруг их так начало это интересовать? А почему хищник всегда рычит и всегда ест мясо? Ну, такая природа уже генетическая у нашего Риббентропа. И до самой висельцы он будет этим заниматься. Но может в своем последнем слове на процессе, в Мариупольском процессе, на главными военными преступниками он будет более миролюбив, чем сегодня. Ну, и опять продолжается мор вот этих вот директоров Лукуева. В принципе, это и ладно, и черт бы с ними, но все-таки это же что-то значит, почему столько Сеолу Койла выпадают из окон, стреляются и так далее. Там же должна быть какая-то причина. Говорят, что там какие-то страшные растраты. Как вы думаете? Вы знаете, меня как политика этот вопрос совершенно не беспокоит. Ну, какие-то споры хозяйствующих субъем. Меня это беспокоит, как болельщика футбольного клуба Спартака. Вот если они перестреляют и повыкидывают друг друга из окон, кто же будет содержать мой любимый клуб? А вы до сих пор болельщик Спартака? Здорово. Здорово. Сколько лет у вас стаж болельщицких? Сейчас я вас испугаю этой датой 75. Я думаю, что я старейший из живых болельщиков Спартака. Вот это верность. Вот это верность. Вы знаете, меня ужасно оскорбляет, что одна из мерзавок наибольших российского пропандийского фронта Маргарита Симонян носит фамилию кумира моего детства. Был замечательный спартаковский футболист Никита Симоня она просто эту очень достойную фамилию оскорбляет. Ваши чувства я понимаю. Спасибо большое за любовь к Украине, как всегда. Слава Украине. До следующей серии, Андрей Андреевич. Героям слава. Спасибо, Наташа. До встречи.